Автономных пожарных извещателей у вас нет? Да есть батареек, никак не куплюсь. Есть? Да, в принципе. Давайте снимем пожарные извещатели. Вы, пожалуйста, просьба к этому делу относитесь посерьезнее. Инспектор отдела надзорной деятельности, прокуратура отдела по делам несовершеннолетних, Управление социальной защиты проверяет работу пожарных извещателей в квартирах своих подопечных. В среде новогодние праздники родители, естественно, отвечают не только за свою жизнь, за жизнь своих детей. И любая оплошность, любая ваша родительская плавность, недосмотр, она приводит, естественно, к гибели, к травматизму. Открытая электропроводка – серьезный источник опасности. Об этом инспекторы напомнили отцу семейства, где проживают двое несовершеннолетних. Нам досталась квартира по наследству, и вот пытаемся своими силами как-то обустроить жилье. Поэтому по мере возможности отделываем сначала одну комнату, сделать потом другую. Но вот летом планируем заняться конкретно, чтобы уже полностью квартиру в благосостоятельный вид привезти. Правила безопасности – правила жизни. О том, как вести себя у водоема, можно ли подходить к работающей кухонной плите, включать без спроса утюг и зажигать свечи родителям, следует время от времени напоминать детям. А что нужно делать, чтобы не было пожара? Соблюдать правила безопасности. Не трогать спички, не трогать зажигалки. В преддверии Нового года обращаем внимание на пользование пиротехническими изделиями. Далее рассказываем про правила поведения в случае возникновения пожаров. Рассказываем о причинах возникновения пожаров. Будьте внимательны и осторожны, предупреждает служба пожарной охраны. В таких деревянных домах необходимо проверять постоянную электропроводку, печное оборудование, если оно есть, и газовые печи. Ведь именно они являются основными источниками возникновения пожара. Родители должны провести дополнительные беседы по правилам дорожного движения. Родители должны провести беседы по правилам поведения рядом с петардами. Родители должны предусмотреть безопасное нахождение детей в квартире, в доме. Ведь наряжают ёлки. Надо будет проверить дополнительно и проводку, чтобы не было никаких чрезвычайных ситуаций. Не будет лишним предупредить ребёнка об опасности выхода на первый зимний лёд. И о том, что с 10 вечера и в новогоднюю ночь не следует отпускать их одних к друзьям. Именно в таких компаниях подростки получают травмы. Порадовало то, что родители спокойно относятся к нашей комиссии с пониманием к тому, что они отвечают за жизнь и здоровье детей. Скоро заработают ёлочные базары. И тут инспекторы пожарного надзора советуют обращать внимание на электрогирлянду. Она должна быть сертифицирована и отвечать российским требованиям безопасности. Следует остерегаться покупки огней и пиротехнических изделий на рынках и неспециализированных местах, где контроль за качеством остаётся на совести продавца.